Тут заходит человек. Письмо. Лорд командующий. Да я больше не командующий. У него там печать. Это меня все время удивляет. Взял какую-то веревочку, снял. А печать зачем? Для того, чтобы ее снять. Печать, по-моему, отпечатывает. Чтобы было не открыть. Чтобы было не заглянуть. Чтобы было не прочитать. Это секретный документ, в конце концов. Как это так? А зачем печать? А почему можно просто веревочкой на лоб не приклеить? Я понимаю, что бывает так называемая вислая печать. Не для того, чтобы запечатать. Это вместо подписи. Чтобы удостоверить. Но если она завернута и опечатана, то она опечатана именно для того, чтобы убедиться, что до тебя его никто не читал. Особо хитрые люди умели эти печати, как мы знаем, подрезать. Ничего видно не было. Потом снова их подогревали и приклеивали в зад. Секретики все считывали. Но эта веревочка мудатская стоит. Специально в средние века были разработаны дипломатические пакеты. Тогда компьютеров, интернетов, электронного шпионажа не было. Но шпионаж просто был. Я точно не помню. Это уже в пятнадцатом или в шестнадцатом веке догадались, когда пакет отправляют секретный. Его прошивали не просто веревочками, а по всем углам проволоками прошивали. Каждую из которых со всех сторон запечатывали. И вот это вскрыть было, не повредив печать невозможно вообще. То есть, не существует средств, чтобы это все вот так вот ловко... Аккуратно. Да. И поэтому вот так это посылалось. Я в советской армии сначала использовал огнетушители. Там все опечатывали дверь, два уха, веревка, фанерка. В фанерке выемка. Пластилин. Туда веревки заправляешь, ставишь печать. Я придумал сначала взять углекислотный огнетушитель. Он холодит адски. Оно замерзает. Дальше вынимается. Лезешь в помещение. Воруешь, что надо. Или не воруешь. Просто посмотрел. А потом назад залепляешь. Ну, это дурацкая волокита. Я придумал гораздо проще. Надо взять выковырять оттуда пластилин. Заложить туда картонку круглую. И когда печатают, я приду ножичком картонку выковырю. Ну, никто же не смотрит по большому счету. Учитывая, что мне опечатывать приходилось на работе в Эрмитаже десятки миллиардов тысяч пломб. Там же все в пломбах. А эта веревочка турацкая, во-первых, с ней геморроя много очень. А во-вторых, когда тебе в день нужно открыть 20 витрин, потом их же 20 запечатать, а завтра тебя. Может быть, в конце дня тебе их снова придется открывать, а потом снова закрывать и снова запечатывать. У тебя образуется к концу недели вот такой ящик пломб с этими обрывками веревочек или тонких проволочек. Ну, это же трындец. А, да. И самое главное – малолетние мудозвоны, которых водят на экскурсии, они обязательно, придя в Эрмитаж, отрывают пломбы с витрин в экспозиции. Как без этого? Начальник античного отдела Калашни говорил – господи, я не понимаю, зачем им столько свинца? Они, может быть, рыбалкой занимаются? Мы ему говорим там, дорогой товарищ читатель, просто долбоебы. Руки достает, и этому достаточно, чтобы оторвать пломбу. Начальник наш стал требовать, чтобы мы это закручивали не на дурацкие эти вот тоненькие проволочки или, не дай бог, веревочки. А брали, разгибали скрепку канцелярскую, которая толстая, ее хера оторвешь. Вставляли и вот так закручивали. То есть, это просто физически тяжело ее отрывать. Но тут открылась масса возможностей, которыми мы не замедлили воспользоваться. Потому, что берешь, как потребовал начальник, разгибаешь канцелярскую скрепку, вставляешь в ушки, надеваешь свинцовую пломбу и пломбиром опечатываешь. А потом, когда тебе нужно открыть шкаф, ты просто берешь ее снимаешь. Да. Удобно. Вынимаешь, скрепочку потом раз, обратно накидываешь и одеваешь обратно пломбу. Практично. И почему-то отходы пломб вообще исчезли фактически. То есть, может быть, пять пломб за неделю нужно было поменять. Такие лайфхаки. Мы, в общем, лезли в ротную канцелярию, где висела наша парадная форма, которую надо было готовить к дембелю. Ну, там всякие манипуляции производили. Потом, правда, обратно надо вешать. Но она в закрытых шкафах. Соответственно, никто не видел. Никому не интересно. Ну, надо было... И это я придумал. Всех научил дураков. Удобно. А замок открывался ключом от автомобиля СИЛ-130. Поскольку все были на машинах, непонятно от кого был замок. Вообще. Вот. Было весело, да.